надеюсь видно все окей болен опять эти лаги каждый раз с одной тоже не знаю что происходит с моим компьютером это походу все-таки оперативка каждый не бывает не было по моему один стрим был чтобы меня не выкинула да что ж такое то буду разбираться в общем сегодня последний стрим завершающий сегодня доделываем это не блин я не начну новые стримы делать пока я не разберусь с этой хренью это просто уже нервы его реально изводит это не и нет это это компьютер это оперативка по ходу не значит не делать проклятие какое-то просто проклятие причем ладно если бы это было не знаю изредка просто каждый раз каждый день уже на протяжении ну двух недель практически каждый день по крайней мере каждый стрим точно вот сколько пять или шесть стримов было если пять то четыре из них были такими с такими лагами блядскими это фигня сейчас заставит меня гуманитарку видео блин слушай да я сам бомблю же знаешь как я как только я вижу что у меня у меня уже рефлекс как у собаки павлова я уже вижу что мышка не вышка что рука моя не двигается на стриме меня сразу пост просто выступает из всех из всех пор просто во всему телу под тут же и такая нервозная хрень и не знаю как с этим бороться уже просто сил нету это с этим делать кто знает кто на стриме знает немножко разбирается в железе или знает кто разбирается железе подскажите какого хрена компьютер просто зависает без синего экрана даже как слух не отжимается ничего не происходит чё это может быть откуда эта фигня идет питание это или чё жесткий диск проверяли вроде и жесткий диск в идеальном состоянии про питание тоже в принципе посмотрели вот посмотрели с парнем одним он говорит вроде как ним не должно быть питание значит я я вот сейчас буду грешить на оперативку не жили это оперативка может такое давать может это я не знаю видеокарта вообще если это возможно как узнать какого хрена происходит так приворвалась на том что ты сказал что 200 грамм хватит и по деньгам времени да сейчас отвечу подожди спасибо что напомнил упаковки упаковка можешь на нагуглить сонет артефакт сонет или артефакт это отечественная пластика которая в принципе вполне подходит для таких целей этой упаковки 250 граммовый хватит чтобы сделать вот такую фигурку точно то есть размера ну вот она такого-то на размер 14 15 доходит до 18 сантиметров она почти офигеть а но это не считая не считая этой не считая штифтов на которых она стоит так 17 сантиметров вот так и норовит попасть лежи тогда 17 сантиметровую такую тканягу можно сделать блин 17 сантиметров я раньше 12 сантиметров и делал кода кто-то я разогнался чересчур в общем ее хватит чтобы ты этой пачке хватит чтобы сделать 17 сантиметров пони ну это точно а ну или 12 сантиметров и тебе все равно хватит пластики она останется пластику делать вот такую если братья такую из такой пластики делать как что-то по моему с цветом не то да стало а вот если такую пластику покупать супер скалпе вот такой а тут 450 грамм то есть на 200 больше но и стоит она в три раза дороже то есть 1200 рублей по моему минимальная цена какой я находил вот в розничной продаже ее хватит чтобы сделать 2 вот у меня 2 получилось из нее так что там надо это за сайт это запекаемый пластик это не сама затвердевающийся потому что я работаю частенько там по 6 часов по 7 и так далее и не хочу не хочу себя ограничивать намутит мне комплект железо ага намутит спасибо за 25 рублей намутит да мне кто-то подсказал просто через за ерунда где искать проблему я просто хочу выяснить в чем причина если б синий экран даже выскакивал я бы понял я бы посмотрел что там да как по циферкам можно разобраться еще как-то здесь неизвестно где искать проблему после зависать компьютер без действия любит без каких-либо действий просто просто блин ничего не работает так заменять оперативку чисто возьми другой комплект у знакомых да блин а только какой за какой знакомый будет или без оперативки потом я не знаю мне таких нет знакомых да и знаешь как бывает вот я бы были дни когда вообще таких зависаний не было кто знает сколько мне времени придется провести ожидаем таких приступов очередных надо походу идти тупо покупать новый комплект оперативки опять отдавать десятку и заменять то есть его полностью у меня сейчас 8 гигов стоит кингтон офигенная оперативка на тот момент она была чуть ли не топовая пять лет назад сюда 8000 я за него дал на 4 гига и вот придется такую же брать примерно чтобы прогонять пока на новых 8 гигах а потом воткнуть туда старую посмотреть что будет я только такой вариант пока вижу это если это оперативка меня пока устраивает количество моей оперативки но если это не она я ее куплю и нафига мне эти 16 гигов куда мне их потом продавать что ли на авито не знаю надо выяснить сначала что такое так высылать тебе оперативку ага у меня ддр какая там ддр 3 что ли ты мне если вышлишь там 1 гиговую то смысла нет потому что ну я принципе могу найти 1 гиговую после я не знаю чем не делать с этой 1 гиговой оперативкой на компе блокноте писать чем если высылать дорогой оперативку я не куплю себе я бесплатно не могу от кого-то получить хороший подарок я за я заработаю на нее нет если ты мне можешь пацанов не верю а в каких пацанов dnd эти это что такое это типа какая-то группа офигительных чуваков которые собирают компы вениамин сухов 25 рублей спасибо тебе за донатик небольшой мне помогают денежки ваши билет почти уже собран как классно я не знаю найдите если у вас есть правда какой-то знакомый по компам спросить у него у какого фига зависит компьютер без синего экрана как слух не отжимается и так далее в чем могут быть просто причины а на основе этих причин я уже пороюсь сейчас после стрима этого а я сам займусь этой хренью вот уже очень в печенках сидит просто блин такая злость уже накопилось на этот найти зависание так дальше сколько у меня этот тип я уже сказал у меня 8 гигов сейчас стоит а кингстоновской а 2200 по моему частота у нее кофе если только при использовании в бс помогает изгрузка компа иногда не только при использовании в бс потому что иногда она происходила при игре я не знаю какую-нибудь доту блин или и не знаю но основном сейчас да вот сейчас что-то прям конкретно висит из-за у бс ки потому что больше у меня на компьютер ничего не включена кроме браузера все ничего не работает никаких на никакой давки на оперативку больше нет помогает перезагрузка компа ну ну да только потому что он полностью зависает абсолютно полностью ты не можешь не мышкой шевелить не говорю не клавиатура не отзывается то есть просто намертво встает комп горит горит монитор на 1 1 1 кадр который последний был перезагрузка естественно только перезагрузка так привет немного запоздал привет всем привет кто подтянулся выдай им свой комплект заодно и проверишь в чем дело это кто такие вообще куда им дать я не знаю не знаю ничего по поводу компьютеров я немножко такой ламер в этом плане без дела валяется так сейчас глянем что там валяется оперативная память 16 гиговка корсаровская круто слушать его натуре классные пацаны по красоте все делают ссылку кинь чтобы посмотрел если у тебя без дела валяется этот корсар то я тебе его куплю друг просто куплю куплю ради того чтобы проверить и блин если она если она мне встанет если она мне пойдет если ну в плане того что если у меня не будет таких вот лагов потому что иначе мне не нужна оперативка я за нее заплачу полную стоимость даже несмотря на то что она 1600 герц спокойно куплю сколько скажешь там я конечно подумаю но я даже куплю хотя бы закончили такую символичную плату а то так просто не делается бесплатно не принимай подарок а тогда это не подарок а еще в ответ можно фигурку подогнать раз так ну в целом да можно если она прям мне конкретно нужно будет если я подумаю что лучше купить жиротишку чем фигурку ну то есть ты понял иногда лучше просто пойти купить будет ли надо насчет его стоит не не знаю надо надо что-то с этим делать вообще какой-нибудь тест надо сначала провести так что-то у нас еще раз а у меня часто взяла при исходящем трафике может быть слушай если я сейчас слишком сильно стримлю то есть большой поток у меня идет информация какой-то а при игре например там при игре в какую-нибудь игру трафик не такой большой или опять же при просмотре фильма входящий трафик большой а исходящего почти там не наблюдается то блин почему нет возможно может быть это даже и правда из-за этого надо подумать будет а и как это решить еще разок а напиши мне как это решить я не в курсе у меня как бы в принципе стоит роутер но я в этот роутер подрублен кабелем роутер раздает для ноутбуков родительских может быть это чуть не не знаю там из-за моей сетевухи какой-нибудь вообще может вообще какая-нибудь сетевуха виновата которая собственно встроенная нюансов-то куча до жопы их мастер это вызывать не хочется блин ради такой фигни не как бы это как бы не фигня но да знать бы еще из-за чего знать бы причину чтобы точно быть уверенным так секунду а мне сейчас будут писать в контакте ага спасибо за за ссылочку там а ну ладно мы с тобой поговорим еще раз по поводу этого диван 228 попозже поговорим ты мне напиши если захочешь надо если какой то есть шанс решить проблему почему нет блин я весь вспотел вообще из этой хрени так она нервирует меня блин прокляты эти зависания так а провести тест мем тест да по поводу теста там мне скидывали ссылочку на тестик но там опять же проблема нужна флешка флешка нужна флешки нет сейчас такой момент что у меня телефон блин на телефоне есть флешка да но я не буду телефон форматировать жесткий диск есть внешник но на нем на нем столько всякой фигни что легче легче новый жесткий пойти купить чем этот форматировать и не у кого взять блин флешку ни у кого флешек нету чё за ерунда какая-то время время проходит у людей уже флешек не остается ну чё поделаешь ладно ради такого можно и пойти за 300 рублей флешку купить раз такая хрень пошла да пойду значит куплю завтра владислав 40 рублей спасибо за гайды приезжай на дерпфест да пожалуйста это не гайды даже это так посиделочки такие небольшие но если они помогают кому то то я рад я доволен собой обязательно приеду на дерпфест уже все решено уже можно сказать билеты куплены днд компаний не предпринимает полумер окей почти почти выгладил сейчас будем сейчас будем наращивать вот смотрелось не не вот так вот а то легче было просто взять кусок пластики раскатать его и вырезать все это дело тогда отпадает вообще все все необходимости такой ерундой заниматься нам надо сделать такую как она правильно называется эта фигура я не помню в общем чтобы центр был выше всего остального и возиться с этим тоже блин времени не особо много сейчас еще если начнет стрим падать еще всякие перезагрузки начнутся то мы опять будем сидеть 6 часов все есть хорошо потому что я хочу сегодня какой-то веки отдохнуть спокойно уложиться в 4 в 5 часов было бы хорошо конечно но как обычно получится больше блин ты сломаешься так вот так 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 Продолжение следует... 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 я не пойму о чем речь я даже не знаю 10 ух это настраивается я могу найти диспетчер устройств это по-моему по моему будет моим максимум чет за последнее время я растерял хватку в компе за эти 10 лет вот 10 лет назад до шарил все забыла уже старый стол так теперь если полетит видюха или просто на сцену выйдет хваленый dnd company я даже не знаю что это такое я по моему сейчас не выдержу и пойду гуглить я даже не знаю должно ли мне стыдно быть или чего типа того что это такое что если вы делаете так кто там еще разок посмотрим тот что я дал в виде скрина вк а все ладно посмотрим вк потом найду спасибо кого я там пиарил уже кого я пиарил я не знаю кого я пока вы пропиарил а че я вообще пиарил кого то а вот теперь есть проблема в чем она выражается в том что если мы сделали одну сторону хвоста нам надо делать вторую сторону хвоста а чтобы нам делать вторую сторону хвоста нам надо это дело положить тогда наша первая сторона будет уничтожена и это ладно она еще плоская такая довольно таки а если мы работаем вот с таким хвостом блин что нам с ним делать получается плохо если его положить на стол он весь мнется но здесь в принципе проблем не возникнет если мы его просто положим потом выровняем кто-то раз оплачил заговор так все стрим окончен ребят по домам нас спалили что за волосы еще здесь брысь это уже не кошка это уже походу я так-так-так-так-так-так маленько здесь это уже не надо но это все Роскошный хвост в 100 рублей. Спасибо. Роскошный он не будет. Это такой простенький хвост. Но даже простые вещи надо делать максимально. Максимально правильно. Постараемся сделать красиво. Да и в целом думаю, что в итоге все будет прикольно смотреться. Я еще не красил таких прям огненных. Ну кроме Sunset наверное. Она прям вся такая желтая почти как Applejack. А плюс волосы такие тоже в оранжевых тонах. Должно получиться прикольно. И синяя на ней толстовка. Должно прикольно контрастировать. Я надеюсь получится. Найс. Вот сейчас разберемся с этим хвостом. Блин. Волчим. И начнем делать капушон. А то мне уже прям хочется поскорее доделать. Эти гоглы еще. А так будут очки. Придумать как сделать. У меня была мысль сделать. Блин. Да не буду я говорить гоглы. Ребят. Извините. Даже несмотря на то, что это правильное название. Оно для меня еще какое-то незнакомое. Я буду говорить очки. Смиритесь с этим. Для меня. Эти самые очки. Делать. Я еще не знаю как их. Я думал о том как их сделать. Но как их делать. Надо исходить из того, где они будут находиться. Их можно было сделать вообще съемными. То есть на резинке. И делать их. То есть для этого вполне располагает фигурка. То есть у нее грива абсолютно не мешает сделать их съемными. Но в таком случае надо было бы делать линзы. Прозрачные. Это время. Это попытки. Разные эксперименты. Хрен его знает. Получилось бы нормально или нет. Я отказался от этой идеи. И решил что все-таки они будут несъемные. То есть просто очки. Ну естественно они будут не поверх глаз. А как я уже сказал. Либо на затылке. Ну а на затылке. На лбу. Либо на шее висеть. И в таком случае нам не надо будет делать прозрачные линзы. Я просто их покрашу. Будет прикольно покрасить стекло. Прозрачное. Ну не прозрачное. Только облекучее. Типа затененное. Премия 101 рубль. За рекламу нашей фирмы. А кто же вы такие? Кто же вы? И почему так мало реклама стоит? Там вон всяким толстым платят по 70 тысяч. А мне... Ну правильно. У меня сколько здесь людей? Сколько у вас ребят? 14 человек. Отлично. Всем привет. Кто пришел. Да и не блогер я вовсе. Чтоб что-то рекламировать. Ну и да. Я склоняюсь к... К такой вещи, как... Что если ты что-то рекламируешь, значит ты должен отвечать за то, что ты рекламируешь. Не буду рекламировать, пока не попробую сам товар. В этом я с Дружа Обломовым, с Дружа Обломовым, с Дружа Обломовым, схожих взглядов. А вы смотрите Дружа Обломовым, с Дружа Обломовым, с Дружа Обломовым, на ютубе. У кого самый вкусный контент на ютубе? И кто самый крупный брони-ютубер в рашен-сегменте ютуба? Всем смотреть дружи. Дружи хороший. Блин. Чё-то не пошло. Чё-то не пошло. Чё-то не пошло не так. Давайте выравнивать. Чё-то не пошло. Чё-то не пошло. да кто это блин слушай я не выдержал все так сейчас посмотрим что такое я хочу узнать dnd меня только только одно понимание этого и этой аббревиатуры это джинс and dragons dnd company нет таких кто же вы кто же нет таких или youtube вас покрывает твой youtube тут и google пока я делаю хвост кстати говоря я вспомнил об одной штуке который бы мог поделиться это такой советик по поводу лепки кто будет лепить фигурки таким же типом соединения ну то есть сверлить отверстия и делать штифт вместе с хвостом ребят не запекайте не запекайте фигурку хвостом то есть не надо делать хвост потом вставлять его запекать вместе с ним почему потому что в процессе запекания фигурка становится мягкой и даже если хвост весит мало он может просто находясь там внутри проломить упасть вниз и проломить вот здесь вот отколоть кусок задницы будет вообще хрень полная если такое произойдет берегитесь этой фигни вообще лучше запекать все раздельно это еще одна причина почему делают именно так я уже так один раз сломал фигурку пришлось слепить заново так чат чат молчит здоровая цена кто ты инд индия индок чан индок чан плохо я читаю такие ники привет тебе по-любому неправильно прочитал на так 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 ладно продолжим потихоньку отсюда делал выровнять я частенько когда работаю с такими хвостами линда а линда л пропустила извиняй все я частенько когда работаю с такими хвостами которые имеют так скажем возможность поломки своей то есть который не подержит так вот руках пока с ними работаешь я обычно просто их леплю вставив вот так вот дощечку то есть вот так вот вставил и работаешь уже не прикасаясь но здесь в принципе здесь можно позволить пока что себе такое а такую наглость здесь принципе форма не сложная так то вот так вот потихоньку помаленьку без всяких ям без всего остального что может процессе быть очень некрасивым надо выровнять нужный мощный комп у вас маленький бюджет обращайтесь комментарии паблика ах ты блин реклама здесь самая дешевая реклама у меня на нас на стриме если это реально существующая компания то мне бы интересно было увидеть ее услуги прайс по услугам то кто они и что они делают потому что до сих пор не врубился кто эти ребята если они существуют или они такие же как и я никому неизвестные начинающие что естественно так надо с этим что сделать местом как у нас жуткая я думаю здесь надо долепить стихом как так как и как как Продолжение следует... 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 так теперь теперь в принципе все все ок надо будет долепить чуть здесь но в целом целом неплохо по длине надо будет сделать наверное язычок в целом нормалек все отложим его до следующих как я там не завис все окей меня слышно звук есть а то чат чат снова молчит я боюсь когда чат замирает на на долгое время а то почти 8 минут уже никто ничего не говорит теперь давайте приступим к тому что я хотел сделать еще на прошлом стреле если не на позапрошлом надо лепить одежду все нормас хорошо теперь наконец-то мы закончим делать капюшон надо капушон сделать так вот для этого я уже запек крылья естественно чтобы сейчас их можно было вклеить и спокойно работать не боясь их сломать а что если я накручиваю ботов чтобы рекламу покупали а где в к группе или или здесь кто-то да не знаю нигде накручиваю вот аж мне я не вижу себя в роли какого-то блогера ютубера и так далее сейчас все наверное повально уже год наверное два из молодежи занимаются ютубом делать какие-нибудь видосы там и не знаю мечтают прославиться на вид фест там какой-нибудь постоянно ездить поклонниками и сэлфи делать я вообще себя не вижу в роли ютубера у меня нету ни голоса нормального не внешности подходящий я должен оставаться за в тени я не хочу заниматься такой деятельностью а вот так вот теперь все теперь можно заниматься капушоном сейчас себе открою арт какой нибудь чтобы иметь визуальное представление одну секундочку сейчас все себе теперь обратно верну вот все теперь работаем что нам надо сделать нам надо сделать капюшон что неудивительно капюшон будет начинаться от середины горловины и заваливаясь на крылья вот на эти места дойдет до вот до этой точки то есть почти что до границы сходе для начала я когда леплю капюшоны я их слепил на уже штуки 4 и 3 точно таких фигурок с такими с такой одежды я делаю это послойно то есть не сразу делаю какой-то элемент который я впоследствии уже ну то есть не сразу целый капюшон слепил а потом уже прилепил его я делаю по слоям то есть первый слой налепили такую площадочку а потом на нее уже второй слой потом сверху уже третий слой складочки все помаленьку то есть не сразу ни в коем случае делаю я это примерно так для начала очень будет не дурным приемом и не очень очень нужным обозначить себе сам капюшон самого размера вот примерно примерно вот так еще один донат кого-то я пока не увидел почему-то странно тендоком по не продолжают красивые слова мы тоже должны быть какая продукция чего делаете кто это кто ты кто ты я ничего не знаю я ни с кем не сотрудничаю так и спасибо за донат кстати еще один раз еще один донат и вообще если вы какая-то компания хорошая то почему-то вы делаете очень странные микро транзакции в мою сторону давайте побольше можно себе облегчить задачу и сделать такой небольшой мягкий бордюрчик то есть просто липкий кто же говорил чтобы пластика лучше прилипала просто налепить здесь слой пластики в очередной чтобы легче капюшон прилип особенно это касается вот этих мест потому что здесь то он будет лежать а вот тут он будет конкретно опираться на засохшую засохшую запеченную пластику поэтому надо сделать себе максимального удобства и налепить ерунды вот так пойдет вообще можно здесь не загоняться здесь просто все перекроется здесь всем еще можно так вот некрасиво не аккуратно главное чтобы пластика прилипла все теперь возьмем нашу заготовочку так вопросик тут а не легче сначала покрасить отдельно а потом крылья прилепливать не знаю в принципе да можно и так можно так как удобно если она буду кисточкой красить большинство частей собственно вот это будет наша так скажем основа капюшона вот мы ее сюда и ссадим вот так вот дальше дальше мы наверное сделаем сразу горловину хотя хотя это можно оставить на потом чтобы можно было например лепить там не бояться смазать все так поступим пожалуй чтобы не париться блин лишний раз из-за боязни вот сейчас ну пальцем все сломаю а теперь наверное стоит вот эту часть прилегающую к шее то есть собственно говоря всю новую горловину горловину часть прилегающую горло мы сейчас сделаем в идеале то есть чтобы потом не трогать поскольку ее могут трогать и не будем я надо вывести красиво ну видно ее на самом деле будет так себе но все равно будет я обычно даже то что не видно делаю все клево еще один донат от моих так ты бар ты не борзей блин не успел прочитать но я понял посыл окей все и 25 рублей уже достаточно тем более сколько раз вообще блин я отношусь странно к донатам я как бы не имею ничего против что люди кидают деньги стримером потому что это их деньги все таки они сами решат как ими распоряжаться но я вот если бы я играл какие-нибудь игры блин получать донат и для меня было бы ну не то что стыдно как-то не по себе типа в чем прикол это как будто не знаю для меня вот вот честно вот мое 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 представление донатах это такое поощрение лень лени типа чувак играется где-то ему еще кто-то там накидывает ну ладно это когда там тебе кидают 50 100 там 25 рублей но когда кто-то кому-то кидает там 5000 или 10 тысяч я просто иногда сижу и не понимаю какого фига чё не так с этим миром за кто эти люди и зачем мне кидают эти деньги почему не не знаю не потратит их на конечную полезное дело для себя другое дело когда ну вот возьмем допустим в пример меня я учил здесь сижу не надеюсь я не надеюсь на донаты вообще я просто как бы мне приятно иногда поговорить с кем-нибудь даже если только я себя слышу поговорить почитать какие-нибудь там чатик да и собственно что